Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 ноября. И вот вчера после того, как я выложила видео о своей схеме посадок томатов в теплице, очень-очень много пришло вопросов и просят, чтобы я показала поближе вот эту тетрадь, чтобы люди смогли посмотреть, зрители, какие именно сорта я высаживала в этом году в теплице. Но так как я и так планировала снять видео, но только тема немножко другая, какие сорта я не буду больше высаживать в теплице и какие сорта плохо показали нынче себя в теплице, я сейчас вот на эту тему сниму и как раз во время этого видео будет разговор идти о сортах, вы сможете посмотреть, какие сорта у меня посажены, какие на первой линии, какие на заднем плане. Вот чтобы вы понимали, теплица расположена вот так, я уже говорила вам, вот так теплица расположена и стороны света у меня, я вот уже упоминала, что вот это южная сторона и вот там Лена, одна зрительница, спросила, как определить юг, я ей объяснила, что определяется юг очень просто, откуда в обед солнце, вот встанете в полдень в огороде, вот так, а глянетесь, откуда солнце в полдень бьет вам в глаза, вот та сторона южная. У меня юг неровно, не всегда у нас есть возможность, вот по идее теплица должна была постоять вот так, это бы тогда была сторона южная, это северная, но у меня она бьет немного наискосок и вот эта сторона, вот сейчас о ней я буду говорить, вот эта сторона, это вот она. Мне как раз вот пригодилась схема, когда я в прошлом году снимала, как располагать теплицу, я говорила, что нужно подальше от посадок, подальше от дома располагать и как в соответствии со сторонами света, мы потом располагаем растения, то есть с южной стороны я высаживаю всегда самые низкорослые, ступенчатость посадки обязательно нужно соблюдать, потом я среднерослые, чуть выше и в самом конце, те, которые 2 метра и более, которые очень-очень высокие, всякие лиановидные, вот такие, которые до потолка дорастают. Все, начинаем с сортов. В этом году я, как, отошла немного от своего правила и вот в первый ряд, кроме тех, которые всегда у меня выращивались, то есть вот демидов, голубые ели, королевские, я всегда выращивала вот здесь вот, я посадила, попробовала те сорта, которые являются как бы специально холодостойками, вот таймыр, аляска, полюс. Сразу говорю вам, высаживать я их больше в теплицу не буду, эти сорта в теплице себя показали очень плохо, еще так совпало, что нынче у нас было лето жаркое, засушливое, 45 градусов было в теплице, на улице было больше 30 градусов и, скорее всего, вот эти вот все сорта с холодными названиями, полюс Аляска и тому подобное, они не, ну как, не предназначены все-таки для тепличных условий, раз они выведены для регионов с холодным климатом, для регионов вот с таким, с проблемами, с коротким летом, все-таки лучше им расти на улице, потому что в этом году я посмотрела, разница была налицо, на улице они были все облеплены плодами, увешаны, я вам показывала вдоль теплицы, они у меня росли, были плоды 100, 120, 150 даже на некоторых, на нижних кистях граммов, а здесь вот у меня, видите, вот здесь у меня написано, таймыр, Аляска, там полюс, они были, у них завязей было так же много, но плоды были маленькие-маленькие, вот как черри, короче, из простых томатов со средним весом они превратились в томаты черри, и я их даже собирать не стала, я их как, ну оборвала и просто, по-моему, даже выбросила, потому что они не на переработку никуда не пошли, но очень мелкие, вообще мелочь, как горошины, а некоторые вообще как горох, и это я все-таки связала с такими погодными условиями с нашими, что было очень жарко, и для них это непривычно, в тепличных условиях они показали себя очень плохо, вот смотрите, первый ряд был у меня, как обычно, демидов в теплице растет нормально, голубые ели тоже растет нормально, санька ультраскороспелые, вот это те сорта, которые они низкорослые, и вот этот ряд, благодаря тому, что они маленькие, он не загораживает, не дает тень вот на следующие, тут у меня были и ляна, и клуша, и снегири, все это более-менее растет, но на будущий год я эти сорта садить сюда не буду высаживать, потому что все-таки они, раз могут они расти на улице, вот постарайтесь все-таки придерживаться этого принципа, я вот уже провела это испытание, я поняла, что возвращаюсь к старой своей схеме посадки, то есть те сорта, которые хорошо плодоносят и на улице, не надо их загонять в теплицу, им там непривычно, еще не буду садить сорт петруша, видите, вот красным даже я обвела, потому что он, я про него говорила, он такой раскидистый, он такой широкий, толстый, что он, вот видите, я заступила вот сюда даже на дорожку, он вылез на дорожку, он здесь сомкнулся и вот это вот, полез уже на эти, вот это все было занято двумя петрушами, на улице он растет хорошо, он там более компактный на улице, он не такой раскидистый, а тут он в тепличных условиях, он начал у меня жировать, я вот с торца здесь была петруша, и вот здесь петруша, я прям красным отметила, петрушу больше в теплицу запускать не буду, также сибирская тройка, она тоже сильно раскустилась, пасынки удалять у них нельзя, она заняла столько много места и на проход вываливалась, и сюда, я только ходила, успевала, подвязывала и подвязывала, вот такие сильно раскидистые, сильно у которых большая вот эта зеленая масса, они, во-первых, загораживают цвет, на будущий год я высаживать не буду, вот это те сорта, про которые я хотела именно снять это видео, что вот эти сорта я высаживать не буду, но это не значит, что вы не можете садить, может быть у вас, как будет больше места, вы займете не 4 посадите кустика, а всего 2, пусть он у вас разрастется, там может быть он даст хороший результат, но вот у меня горький опыт в этом году был, и я не стала, вот, короче, первый ряд я вам рассказала, демидов голубые ели, все вот эти вот Саньку, Клушу, Ляну, все вот это я посадила во втором ряду у меня были, те томаты, которые на 10-20 см выше вот этих, если демидов у нас 50 см, Санька тоже 45-50 см, то Настенька у нас в нормальном состоянии, в открытом грунте 70 см, а в теплице она вырастает даже до метра, тут вот у меня Настенька, потом Королевский, идеально подходит для теплицы, компактный, красивый, аккуратный, не разрастается, госпожа Удача тоже хорошо себя в этом году показал в теплице, тоже, как он, умеренно такой кустистый, русские колокола идеально подходят, и вершкуются вовремя, метр примерно, и все, ну а вот про сибирскую тройку я уже говорила, не буду высаживать на будущий год, вот, вот третий ряд, про третий ряд хочу сказать вам подробнее, потому что вчера я как сказала, что у меня здесь детерминатные два, здесь индетерминатные, но тут у меня не все индетерминатные, потому что есть разница, и вы, если начинающие, вы должны различать, что детерминатные бывают разные, бывает детерминатный вот 40-50 см, а бывает детерминатный, такой, как любимый праздник, пудовик, они тоже считаются детерминатными, но они вырастают метр двадцать в открытом грунте, а в теплице они могут вырасти и метр восемьдесят, и выше, но они все равно считаются детерминатными, но выглядят в теплице они как индетерминатные, они высокие, поэтому вот этот ряд, у меня половина истинные инденты, то есть которые без ограничения растут, а есть детерминатные, которые просто высокие, у меня здесь вот, начинаем, загадка долину роз, потом тут у меня и розовый мед, и казанова, хлебосольные, потом розовый фламинго, пудовик, любимый праздник, тут же штраух, который индетерминатный, тут у меня вечный зов розовый титан, тут все томаты, которые немного повыше вот этих, но не все индетерминатные, и вот самый последний ряд, тут все истинные индетерминатные, которые очень-очень высокие, тут у меня райские яблочки, мило, райское наслаждение, казанова, пузата хата, сибирский изобильный, румяна, атлант, ботяня, загадка природы, это именно те, которые вырастают по 2 метра и больше, все их, когда они дорастают до потолка, все я их обламываю принудительно, все я их посынкую обязательно, очень тщательно, и между ними расстояние делаю больше, видите, вот эти лунки у меня вот так расположены, кто внимательно смотрит, вот ведь, а эти вот так, то есть, тут я сажу 2, 2 почаще, а здесь пореже, уже вот так в ширину, у них более просторно, и благодаря вот такому, как перемене размещения, с такого на такое, дорожка вот здесь, остается немного пошире, потому что индентам все-таки нужно больше места, все, вот это, я надеюсь, видно все в тетрадке, вот это я вам показала, именно какие я высаживала в этом году сорта, и обратила ваше внимание на те сорта, которые все-таки, я не советовала бы вам загонять в теплицу, вот таймыр, аляска, полюс, я уже говорила, если они для холодного региона, для открытого грунта, то они скорее всего, наверное, хотят, ожидают от нас, что мы их и высадим в холодные, в такие холодные условия, но не вот в такую в духовку поместим, как нынче, а может быть просто нынче лето было сильно такое ужасно жаркое, что они там, но все знают, что в жаркое лето плоды по весу намного меньше, обычно они, когда влаги вдоволь, они больше, а в жаркое лето меньше, наверное, им не хватило влаги, но, когда лето жаркое, и плоды уменьшаются, зато в них повышается сахаристость и процент сахара, вот я вам сказала, что петруша, сибирская тройка, сильно помешали своей кустистостью, раскидистостью, не буду садить, а все с холодными названиями, просто они не дали тот результат, который они дают обычно в открытом грунте, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это подробно о том, какие сорта я высаживала нынче, какие показали хорошо, какие плохо, и какие я никогда больше не буду садить в теплицу, пусть они растут на улице, до свидания.